Майя Стадниченко встала на учет в Центр занятости месяц назад. Рассказывает, ищет себе работу после декрета. Недавно Майе позвонили из Центра и пригласили посетить ярмарку вакансий. Девушка согласилась и сразу нашла подходящий вариант. У меня маленькие дети, тут прекрасный график. Вот уже думаю, что надо детей устраивать в сад и выходить на работу. Да, меня вот это вообще прекрасно устраивает. На все вопросы мне ответили, все рассказали. И график, и сама работа, подходит все. На учете в Центре занятости состоит более 1600 жителей Самары и Волжского района. Им предоставили около 20 тысяч вакантных мест. Чтобы помочь работодателям и тем, кто находится в поисках работы, сотрудники Центра проводят ярмарки вакансий. Здесь участникам рассказывают о программах трудоустройства, обучения, переквалификации, поддержки и доступных вакансиях. Это очень удобный формат мероприятия, потому что граждане, приходящие перерегистрацию, могут тут же, не отходя от места, никуда не выезжая, не тратя время, получить полный объем информации непосредственно из уст работодателя. Даже специалист службы занятости не может в таком объеме рассказать о том, что может представить кадровый консультант самого предприятия. Сейчас на рынке труда острая потребность в кандидатах на рабочие специальности. Специалист по подбору персонала Ольга Глушенко рассказала, что в их компании открыто около 100 вакансий. Сейчас у нас много вакансий по рабочим специальностям, которые не требуют специальной подготовки. То есть мы всему все показываем, рассказываем, обучаем на местах. Но также есть и вакансии, которые требуют специальной подготовки, например, трактористы, водители, нарядчики. Мы используем любую возможность найти наших людей. В Самарском центре занятости регулярно проводят мероприятия для тех, кто ищет работу или сотрудника. Здесь же предоставляют возможность получить новую профессию и сменить сферу деятельности. Рассказывают, как открыть собственное дело мамы в декрете. Узнать подробную информацию о ярмарках вакансий можно на официальном сайте. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Продолжение следует...